Персональный ваш сегодня политтехнолог Андрей Пателицын. Андрей Сергеевич, добрый день. Добрый день. Давно у меня не было гостей очно в студии, поэтому как-то даже неловко немного. Но давайте в таком формате уже начинать. Все хорошо. Пандемия вроде бы уходит или нет? Да нет, ну, по крайней мере, те оценки, которые даются из официальных источников, говорят о том, что пандемия не уходит, но перешла в какой-то там контролируемый режим. То есть, ну, по крайней мере, так уверяют нас власти. Цифры опять непонятные. Все равно они до сих пор там разнятся, бьются и между собой конфликтуют. Я думаю, что здесь два фактора сработают. Это и вакцинация, и набор естественного иммунитета. Постепенно мы, ну, так устроен мир, и так устроена вот эта вот инфекционная вся сфера, что, ну, постепенно они все уйдут. Да, великая чума европейская 15 века тоже выкосив половину населения Европы, в общем-то, взяла и сама ушла. Зато какие перемены принесла. Да, глобальные перемены. Глобальные перемены. В том числе и политического плана. Да, в том числе и политического плана, потому что мало кто знает, например, что великая европейская чума, которая вот в 15 веке и случилась, она, например, изменила демографическую конструкцию, она изменила социальную конструкцию целого континента, да, то есть вот количество городских жителей уменьшилось и увеличилось, количество сельских жителей и так далее, и так далее. То есть это поразительный эффект, и мы просто как-то давно этим не интересовались, видимо, лет 200. И вот вдруг, значит, нам это пришло. Так что, конечно, эта пандемия нам оставит такой заметный след и в политике, и в экономике, и в сознании людей. А в России как это отразится, на политике? Ну, на мой взгляд, в России пандемия в большей степени стала неким инструментом манипулирования, к сожалению. Здесь на политике она, может быть, напрямую не скажется. Условно говоря, какой-нибудь Владимир Вольфович Жириновский не изменит своих политических взглядов, позиций. Единая Россия тоже не изменит своих позиций и своих убеждений. Но определенным образом это сказывается на сознании населения. Люди по-новому взглянули на власть, люди по-новому взглянули на социальные условия, в которых они живут. Уловив вот эти вот все вот эффекты, все последствия этой пандемии. То есть на примере, на живом примере, восприняв то, как государство способно или не способно с такими серьезными проблемами бороться, конечно, выводы будут сделаны, безусловно. А все-таки, что касается вакцинации, порой так смотришь на людей на улице, видишь в автобусе эти переполненные пазики на улицах, и думаешь, ну, действительно, наверняка какой-то коллективный иммунитет естественным образом сложится. Но все-таки вакцинацию никто не отменял. Вы сделали прививку, кстати? Нет, я не сделал прививку. А почему? Ну, вот у меня во мне борются два существа, если так можно выразиться. Первое, которое понимает, что наука есть наука, что иммунная система – это, ну, как бы определенный механизм, и вакцинация от любых болезней – это действительно эффективный способ борьбы и предупреждения заражения. А вот другая моя сущность, она пребывает в неком недоумении от той информации, которая нас окружает, о том, что, ну, насколько недостоверно, насколько сумбурно, избивчиво идет информация, то есть от государственных СМИ, в том числе, по эффективности, по безопасности вакцин и так далее, то есть насколько это все неумело делается, и вот это вселяет в меня и во многих некое опасение за достоверность этой информации. А тут ведь речь идет о личном здоровье, и, соответственно, вот здесь уже вопрос возникает. Если бы это подавалось несколько более умело, если бы там не какой-нибудь Шамиль Валеев вопил в интернете, что там все вакцинируйтесь, а то все будет плохо, вот зачастую некоторые персонажи, которые агитируют за это все, вызывают обратные эффекты. То есть вот так вот. И потому я для себя не могу решить, вот насколько это так. Потому что вот с одной стороны власти говорят, надо вакцинироваться, надо прививаться, все верно, действительно надо. А с другой стороны, эти же люди тут же говорят, а в ресторанах нужно организовать отдельное пространство для привитых. Тут и Путин тоже все равно не прекращает свою изоляцию. Да, подождите. Но почему нужно отдельное пространство для непривитых, если они привились и уже обезопасили себя? Вот такие вот разночтения, вот такое вот вселяет некоторое опасение за достоверность информации. Плюс к этому еще, конечно, тотальное недоверие вообще к власти. Мы его выработали за последние 20 лет настолько, что никакой коллективный иммунитет, тут сравнение не идет. У нас коллективный иммунитет официальной информации возник. Как только власти что-то говорят, первая реакция, о, понятно, опять нас решили, значит, где-то нагнуть, обмануть или ограбить. Вот примерно такая вот реакция. К сожалению, это так. А как вы относитесь к обязательной вакцинации или к таким формам, так скажем, принуждения, как, например, глава Чечни Рамзан Кадыров, вот недавно стало известно, только перед эфиром, прочитал новость о том, что он решил, ну, сказал, что нужно в последнюю очередь лечить тех людей, которые отказались от вакцинации, чтобы они там, такая цитата была, чтобы они поняли, как кажется, без кислорода. Жизнь что-то подобное. Рамзан Ахматович, конечно, умеет выразить свою мысль ярко и доходчиво, но я бы такие выражения, конечно, отдал на исследование в какую-нибудь филологическую службу, там, Следственного комитета или еще куда-нибудь, потому что это, конечно, граничит с угрозами и граничит с ограничением прав людей на получение, там, медицинской помощи и так далее, с фундаментальными конституционными правами. То есть я категорически против шантажа в этом смысле. То есть вот как у нас в Башкирии, например, там отказываются заселять студентов в общежития непривитых, у нас там отказываются пускать родителей на всякие, значит, выпускные мероприятия, если они не докажут свою там бактериологическую безопасность и прочее, прочее. Это, конечно, недопустимая вещь. Даже Владимир Путин сказал, что недопустима принудительная вакцинация. А что как непринуждение вот такие угрозы Кадырова, что вот мы вас будем лечить в последнюю очередь, если вы не привиты. Если речь идет об ответственном отношении к собственному здоровью, вот можно так истолковать слова Кадырова, то тогда будьте добры создать условия для того, чтобы это ответственное отношение было реализуемо. Понимаете? Сделайте нам почище воздух. Например, в Уфе вчера и сегодня тут завывания начались в интернетах, что пахнет ужасно во многих районах города Уфы, какой-то резкий химический запах, это просто кошмар. Сероводород отмечают и так далее. Да. Будьте добры, обеспечьте нам вот это вот право на нормальную здоровую жизнь, и мы будем заботиться о своем здоровье. Вот. То есть я еще раз категорически против принудительной вакцинации, потому что это во многом нарушает права человека. Вообще для всех категорий или все-таки, например, учителя в школе, врачи должны прививаться? Есть профессии, обремененные определенными обязательствами, определенными параметрами. Это врачи, это спецслужбы, это спасатели и так далее, и так далее. Список есть. Да, конечно, они несколько в иных правовых условиях находятся, но человек же осознанно выбирает эту профессию и заранее ему объясняет, что если ты работаешь в каких-то сложных, опасных условиях, у тебя, например, должны быть прививки и так далее, и так далее. Или ты должен иметь определенный статус здоровья. Пилота не пустят на борт самолета, если он на один глаз не видит и прочее. То есть это заранее известно, но человек может, если он таких убеждений каких-то крайних, то он может отказаться от профессии и не подвергнуться, скажем, вот этим вот вещам. Это другое, это исключения, они всегда будут, и тут как бы надо к этому с пониманием относиться. Но все-таки многие, вот насколько я замечаю, относятся к вакцинации отрицательно, просто потому что начитались какой-то информацией в интернете. Это, кстати, ведь особенность не только России. Конечно. Я смотрю, читаю средства массовой информации европейские, и в Соединенных Штатах Америки подобная ситуация складывается. Вот, например, депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева как раз про интернет говорила многое. Говорит им, давайте мы назовем деструктивным контентом пропаганду идеологии чайлд-фри, радикального феминизма, ЛГБТ, безопасность абортов. Ну и там такой список очень большой. Да-да-да, я с большим удовольствием услышал ее очередное выступление. Инга Юмашева, это, конечно, бриллиант в короне башкирского депутатского корпуса. В последний момент она внезапно возникла, значит, в нашем публичном пространстве. Она вообще не очень активно тут у нас присутствовала последние пять лет и вдруг появилась. У меня встречный вопрос к мадам Юмашевой. Собственную бездетность она объясняет идеологией чайлд-фри или случайным стечением обстоятельств? То есть вот здесь вот немножко так вот криво звучит в устах подобного персонажа, подобные, значит, призывы, заявления и так далее. Но если быть серьезным, то меня очень настораживает вот этот вот разрастающийся список запретов, которые, ну, вот распухают в головах наших депутатов, что еще они хотели бы запретить. То есть зачастую в их устах это звучит, ну, комично, иногда довольно страшненько. Потому что, понимая их способность к интерпретации смыслов, мы понимаем, что завтра, как только они примут, там, закон о запрете пропаганды чайлд-фри, то послезавтра каждый, у кого нет детей, может попасть под, как бы, какие-то вопросы или санкции, да? А вы какую идеологию исповедуете? И прочее, прочее. То есть это вообще, это не шутки, это огромное государство с огромным карательным механизмом принуждения. В него нужно с большой осторожностью подобные вещи вбрасывать. Инга Имашева, конечно, не испытывает, по-моему, никаких комплексов на этот счет и готова запретить все подряд вообще. А как вы думаете, это все-таки искренне или, ну, какую-то цель преследует она? В ее устах я искренности не заметил, честно говоря. А это попытка проявиться в публичном пространстве в последний момент. Как правило, это делается при помощи каких-то максимально скандальных заявлений. То есть если бы она присутствовала постоянно и основательно в информационном поле, ну, вот, например, как депутат Амаров, который, ну, вот, не теряет связи, да, то есть с республикой, то тогда бы, конечно, ей не пришлось вот такие вещи вот заявлять, там, такие вот скандальные вещи вбрасывать, чтобы только все о ней заговорили. Гаджимурат Амаров, депутат Госдумы от Башкирии, партия «Справедливая Россия», но все-таки я, как журналист, его практически не слышу. То есть совершенно ничего вот за эти годы не видел и не слышал. Нет, это на самом деле не так, потому что мы не прекращали с ним общаться все эти годы после выборов 2016 года. Человек ведет абсолютно планомерную, спокойную и, как бы, размеренную депутатскую работу. Раз в две недели присутствует здесь в Башкирии и осуществляет прием граждан. Он очень четко реагирует на многие вещи, которые, ну, там, вот, ему приносятся, там, жалобы какие-то, просьбы и прочие вещи. То есть это вот тот самый, на самом деле, настоящий нормальный депутатский труд, который должен быть, а не как Инга Машева, которая тут, значит, засияла на небосклоне в последний момент. То есть это вот две большие разницы. К сожалению, мы путаем пиар-активность. Вот вы говорите, я не видел. Ну, может быть, вы не в его округе живете или не посчитали возможность сходить на прием. Я могу быть в пузыре информационном, как это принято говорить. А вот этот человек просто вот работает, приезжает, ездит по регионам Башкирии, перемещается и так далее. Чего вот нельзя сказать, что там об огромном количестве башкирских депутатов. То есть вот вы знаете фамилию депутата Шихудинова, например? Знаю, конечно. Председатель гражданской платформы. А чем известен вообще в Башкирии? Какими деяниями он прославился в последние пять лет? Если честно, я помню только один факт. Он подал в суд на какого-то блогера из Нефтекамска. Да-да-да. Ну, вот это единственное, что я... То есть и таких примеров, к сожалению, не счесть. Из наших, если я не ошибаюсь, 15 депутатов Госдумы, и 14 или 15 их вот сейчас на данный момент, единицы, которые, можно сказать, человек заметен, виден, там, у него есть какая-то работа, или там, он действительно ее регулярно делает, там, прочее, прочее. То есть, к сожалению, это так. Ну, Гаджимурат Амаров это некий парашютист или нет? Ну, термин объясню, да, человек, который не относится к Башкирии, но почему-то стал депутатом. Ну, теперь нет. Нет. Ну, а безусловно, безусловно, изначально. Тогда это была разнарядка партии, то есть в 16-м году этого никто не скрывал, то есть это так было решено там на съезде Мироновым, и надо сказать, что, ну, достаточно успешная разнарядка в том смысле, что человек прошел вопреки противодействию со стороны республиканских властей, и это чужой парашютист был в 16-м году. Теперь тут свои, вот эти вот там всякие Орловы там и прочее, да, там банкир какой-то из Альфа-банка у нас тут прошутирован, потом еще какой-то товарищ Курбанов, значит, неожиданно появляется. А это свои парашютисты, их будут облизывать, их будут доить, их будут, значит, всячески продвигать здешние функционеры. А Амаров, конечно, столкнулся в 16-м году с колоссальным противодействием команды Хамитова, абсолютным неприятием, нежеланием того, чтобы он там прошел, и противодействие был и деятельным, и там идеологическим, прошел все пять лет нормально работал, соответственно, сейчас его называть парашютистом уже никак нельзя, он вполне себе встроился вот в эту башкирскую политику. То есть мы уже не можем вести речь о том, что у нас работает институт выборов, то есть ну вот так вот присылают нам кого-то, избирают потом в кавычках. Нет, ну в целом у нас их нет уже давно, то есть безотносительно к персонажам, вот как Амаров и Инга Юмашева, которые тоже, в общем-то, девушка с парашютом за плечами, вот. Но все-таки здешняя, отсюда. Ой, ну здешняя, она номинально здешняя, она давно уже московская, то есть это, знаете ли, вот эти вот паспортные данные, неужели они так имеют значение для вас как избирателей или вообще для избирателей, то есть был бы человек хороший, да, так как говорится. Но к вопросу о том, что у нас нет выборов, но это иной вопрос, он вне вот этих всех вот историй, да, к сожалению, мы все больше и больше видим, что выборы превращаются в какую-то, если не формальность, то некий комплекс манипуляций и каких-то действий, которые там принимаются вовсе не на избирательных участках. Эти выборы исключением не станут? Я думаю, что нет. Есть ли шансы у людей, которые из внесистемной оппозиции? Из внесистемной оппозиции? Вы имеете в виду самовыдвиженцев там и прочее? В том числе Руслан Нурдинов, Урал Байбалатов и так далее. Никаких. Хорошо, вот раз мы заговорили о паспортных данных, я тут вспомнил историю Александра Сидякина, руководителя администрации главы Башкирии. Дело в том, что, конечно, естественно, я его поздравляю с рождением сына, мы совершенно вот эти личные какие-то семейные моменты не затрагиваем, это не самое главное в этой истории, да, как сейчас в интернете некоторые говорят. Тут, знаете, в чем дело? Родился у него уже четвертый ребенок, но супруги официально у него как бы нет, то есть де юра, так скажем. В декларациях только его имя обозначено, супруга, естественно, там не фигурирует, ну, то есть тот человек, с которым он проживает. Вот, а как, знаете, сейчас в интернете журналистка, например, Дарья Кучеренко из «Коммерсанта» написала об этом пост, на нее там напали, Ростислав Мурзагулов и Галим Якупов туда пришел, ну и так далее. Обвинили ее в том, что она роется в чужом белье. Шамбин Валерьев был? Я не видел, если честно. Большой незачет ему, если его там не было, да. Ну, еще не вечер, как говорится. Пропустил, да, да. Все-таки что происходит? Ну, если мы говорим о двух вещах. Первое – это вот некая декларация, некое заявление Даши Кучеренко на тему, вот, имеет ли моральное право Александр Сидякин поучать людей, как правильно жить, при том, что он живет в ее представлении как-то неправильно. Первый аспект. Второй аспект, конечно, более важный и более серьезный. Это то, о чем все-таки говорили до этого, и что породило несколько даже судебных разбирательств. Я говорю о том, что эмпирически предполагается, что Александр Сидякин какие-то свои бизнесы там, значит, делегировал своей сожительнице и вот таким образом, значит, их камуфлирует. Вот, что из этого важнее, я не знаю, но, на мой взгляд, конечно, второе. Первое – то, что там человек, ну, скажем так, подвергаемых сомнениям моральных качеств, по крайней мере, в представлении Дарьи Кучеренко, вдруг, ну, там, считается человеком, который... Я не думаю, что в этом дело. ...получает там нас в жизни. Вот в это мы вообще не должны лезть, понимаете? То есть, вот, лично я, да, лично я придерживаюсь такого контекста, что с кем бы и как бы не жил Александр Сидякин, это его суверенное, конституционное и человеческое право. Он может жить там с женщиной и не регистрировать с ней отношения. Он может жить с зеброй африканской, если ему так нравится. Ради богу. Если это никак не воздействует на окружающих. Это его право. Второй контекст, конечно, важнее. Вот мы действительно это обсуждали перед эфиром и прочее, что, пожалуй, что это тренд в России. Вот эти вот сожительницы, незаконные жены, разводы. Началось это еще с Владимира Вольфовича Жириновского, который развелся с своей женой в очень таком почтенном возрасте и с огромным стажем совместной жизни. Потом мы видели Путина, который развелся с своей женой, потому что у него, как он сказал, его брак подошел к концу. И так далее. Дальше волна, на самом деле, вот этих вот разводов. Очень многие из этих разводов, конечно, имели имущественный подтекст. Потому что зачастую все имущество, основное имущество и весьма себе огромное имущество уходило либо к этим бывшим женам, либо переходило к новым сожительницам и возлюбленным. Мы не можем копаться в их отношениях, не должны этого делать. Но государство должно выработать механизм понимания вот этого увода имущества и активов, особенно незаконных активов или предположительно незаконных активов со стороны чиновников в сторону вот этих вот гражданских жен. Потому что, окей, там, Саша, какой-нибудь эмпирический Саша с какой-нибудь эмпирической Ксенией не хотят заключать брак по каким-то причинам своим. Окей, имеете право. Но имущество должно, если они достоверным образом проживают вместе и прочее, прочее, внезапно и волшебным образом появляющееся имущество, активы и бизнесы у многодетной матери, которая только и занята, что меняет памперсы, вот этот вопрос должен государство заинтересовать. Как это получилось, откуда, какими талантами это все случилось и прочее, прочее. Но все-таки, а почему пришел Ростислав Мурзагулов и остальные? Ну, Ростик отрабатывает хлеб, что вы. Ну, тут я даже не могу упрекнуть его ни в чем. Это его работа. Он должен защищать своих хозяев. Это его работа. Он должен с пеной у рта. Ну, просто он все больше и больше теряет квалификации, и все это выглядит как чистой воды, конечно, истерика. Он уже перешел к оскорблениям, там, и Рамиля Рахматова там оскорбляла еще кого-то. Но это, да, это работа у человека такая. Ему больше нечего делать, в принципе, и нечем заняться вот в этой конструкции. Не общественной же палатой управлять, да, ведь? Ну, как бы, вот, видите, он оперативно кидается в бой, там, сейчас еще, глядите, и Бузыкаев нарисует какую-нибудь картинку ужасного продажа Кучеренко и прочее, прочее. Ну, кстати, про Камиля Бузыкаева, крикатуриста, Шамиля Валеева, вот, был недавно эфир, насколько я понимаю, да, на БСТ в Министерстве правды, и там он высказался про Шамиля Валеева, который выдвигает свою кандидатуру на выборы, пока что, праймарис Единой России. Все-таки, что происходит? Вот, вообще, как вы оцениваете шансы Шамиля Валеева и остальных таких довольно известных функционеров? С объективной точки зрения, значит, я оцениваю шансы Шамиля Валеева как очень высокие, и это очень прискорбно, потому что это все достигается вовсе не какими-то избирательными процессами или, там, авторитетом в обществе или еще чем-то, а всего лишь хотением того же самого, там, его покровителя из Белого дома, не буду называть фамилию, а то он опять ринется в суд. Вот. Вот просто он нравится человеку, и вот тот человек его просто продвигает на выборы. Вот так устроена, к сожалению, у нас избирательная система. Шансы у Шамиля велики, он станет депутатом Госдумы, безусловно, и вот мы, к сожалению, будем иметь вот такого депутата Госдумы. Персонально ваш политтехнолог Андрей Пателицин вернемся через несколько минут. Говорили о Шамиле Валееве, давайте перейдем к следующей фигуре из праймариса Единой России, это тот же самый Александр Сидякин, руководитель администрации главы Башкирии. Его выдвижение чем-то для вас сюрпризом стало или чем-то ожидаемым? Ну, вот само выдвижение, да, сюрпризом. Потому что я, конечно, понимаю, что Александр Сидякин в ближайшее время должен был покинуть Башкирию там в том или ином качестве, да? То есть, как говорят, не чучелом, так тушкой. Но в данном случае он избрал более такой элегантный способ ухода, это вот через избрание обратного Госдуму. Напомним нашим радиослушателям, что оттуда он к нам и прибыл. То есть, он был депутатом Государственной Думы, когда Ради Фаритович, ну, по одной из версий, упросил его стать главой администрации. По другой версии, Ради Фаритович получил отказ от Урала Хасанова и был вынужден срочно искать другую кандидатуру. И вот выбор пал на Сидякина. Но, тем не менее, Сидякин как уходил из Думы, так и уходит в Думу из Башкирии. Ну, вот подобные десантные зарисовки, в общем-то, они, ну, мы уже привыкать начали к этим вот нашествиям. Я, честно говоря, не ожидал, что он вот именно так вот в последний момент ломанется в этот Праймерис и так далее. Ну, теперь мы с замиранием сердца ждем результатов Праймерис. Я очень надеюсь, что Александр Сидякин займет там достойную позицию и попадет на хороший номер, на хорошую позицию в списке, потому что, ну, если честно, я по принципу наименьших зол, считаю, что уход Сидякина в любом качестве из Башкирии это большое благо для региона, и это будет очень хорошо. А вдруг займет кто-нибудь похуже? Еще хуже, да, у нас так бывает, действительно. То есть, если, например, на его место придет господин Барданов, то мы будем еще больше веселиться. Но, знаете, Сидякин умный, способный, очень работоспособный человек, который, ну, вот, при всей его злонамеренности в состоянии нанести значительно больше ущерб Республике, чем, например, тот же самый Барданов, который не обладает всеми этими качествами, и, соответственно, к нему можно относиться будет с меньшим опасением. То есть, как бы, вот в этом смысле, может быть, это цинично все звучит, но я полагаю, что вот уход Сидякина, это все-таки некое облегчение для Республики, некое разряжение обстановки, вот это снятие вот этого градуса напряжения и градуса истерики во взаимоотношениях внутри Республики. И очень надеюсь, что вместе с ним, если уж не уйдет совсем, ну, хотя бы как-то совсем в тень будет убран господин Мурзагулов, который неразрывно связан с персоной Сидякиным. Так что, ну, будем надеяться, что это для нас будет таким хорошим облегчением, несмотря на то, что за это мы должны будем заплатить одним депутатским мандатом от Башкирии, то есть, ну, как говорится, и черт с ним. — Кстати, про мандаты. Больше единороссу станет или меньше? Как вы думаете? — Сложный вопрос. Сейчас еще торг не закончился, еще не сформирована концепция на Старой площади, потому что там есть две концепции, как уже говорилось вот ранее здесь в эфирах. Концепция консервативная Володиной, концепция более такая прогрессивная концепция, которая исходит и от первого зама руководителя администрации президента. Значит, вещь идет о том, чтобы омолодить Госдуму, внести туда большее количество беспартийных, хотя бы формально беспартийных, вот таковыми, вот такими, вот как там Шамиль Валеев или Гагин, наверное, вот такими персонажами. И та, и другая, конечно, концепция, они упадочные, абсолютно не приведут к существенным изменениям в сути самой Госдумы. Но пока они не приняли решение, они борются, и вот количество депутатов будет напрямую зависеть от того, какая из этих концепций победит. Кстати, про Валериана Гагина, директора Центра современного искусства «Облака». Вы знаете, он вроде бы даже в либеральных кругах довольно уважаемый человек. У меня, во всяком случае, такое впечатление сложилось. И тут он объявляет об участии в праймерисе «Единой России». Его за это, как бы некоторые ругают, другие в целом спокойно к этому относятся. Вы как относитесь к подобному? Можно ли попытаться хотя бы добиться каких-то своих политических целей, участвуя во внутренних выборах хоть и «Единой России»? Ну, начнем с того, что Гагин не первый раз это делает. Он хронически участвует в праймерисе «Единой России». Он не то чтобы недалек, он очень близок к этой партии. Все его либеральные взгляды и уважение в наших либеральных кругах. Это всего лишь, на мой взгляд, продукт заблуждения. Человек отчетливо объясняет свои цели и задачи в контексте похода во власть. То есть он говорит о том, что он собирается решать свои конкретные девелоперские задачи. То есть строительство комплекса «Облака». То есть он мечется по городу, мечется по городу в поиске площадок. Одну ему отказали, а теперь вторую жители сбунтовались, еще что-то, еще что-то. То есть человек искренен, как вся партия «Единой России». То есть он заявляет о своих интересах, которые он будет реализовывать через политические возможности. То есть тут надо отдать ему должное, что он хотя бы не скрывает этого. По поводу его либеральной сущности, ну, знаете, мы уже наигрались. У нас и Сурков был либералом в свое время, и вот тут на местечковом уровне у нас тут главный либерал это Мурзагулов, там и прочее, прочее. Все это маски, все это некие заигрывания, все это попытка, ну, какого-то тщеславного такого, значит, самолюбования и прочее, прочее. Все это фигня. То есть если человек близок к партии «Единой России», то он, по сути, есть эта партия. Вот и все. Особенно, когда он многократно участвует в этом всем. Это касается и Шамиля Валеева со всеми его либеральными экзорсисами, и Гагина, и прочих, и прочих. Павел Качкаев у нас есть еще такой депутат Госдумы от Башкинии. Очень есть. Есть Зариф Байгускаров, который, кстати, чаще, мне кажется, появляется, чем остальные, да, в повестке, у него там постоянно какие-то поездки. Он тут провел даже форум мужчин. В один день, кстати, с Ингой Юмашевой, да, когда у него круглый стол по ЛГБТ и подобным вещам проходил. Ужас, какая конкуренция у «Единой России» прямо. Друг другу готовы саживать. У Байгускарова с Юмашевой действительно конкуренция есть хотя бы в законе о профилактике семейно-бытового насилия. Да, да, да. Гендерное, да. Ну, правильно, Байгускаров считает, что нельзя ограничивать семейное насилие, а Инга Юмашева, которая еще ни разу не столкнулась с семейной жизнью, она считает, что надо, да? Наоборот. А, наоборот. Байгускаров говорит, надо ограничить. Да, надо хоть как-то предостеречь, да, так скажем, профилактику. Человек опытный, молодец, да. А Инга Юмашева еще ни разу не получала. Ну, там синдром традиционных ценностей, что-то подобное. А вот что касается Павла Качкаева и Байгускарова в целом, они, как вы думаете, в следующем созыве окажутся? Павел Рюрикович окажется, вне всякого сомнения, в следующем созыве. Не потому, что за него там проголосуют большинство жителей республики или там его округа. Кстати говоря, он идет по одномандатному округу и прочее. Павел Рюрикович обосновал, основал, заложил и приумножил колоссальный вес в Государственной Думе. Он один из немногих депутатов от Башкирии, которые действительно пользуются серьезным влиянием в Государственной Думе. Причем я здесь не закладываю положительную коннотацию. Я говорю о том, что этот человек, которому удается проделать довольно грандиозные вещи, например, он является автором закона о капитальном ремонте. Например, при его непосредственном и весьма странном участии случился Миловский парк у нас в Башкирии в Уфе. Очень человек деятельный, несмотря на свой возраст преклонный и, значит, путь сложный, человек действительно влияет на политику и на экономику и регионы и России. Он настолько сильно завязан с верхушкой партии Единой России, что, конечно, никто не осмелится его тут здесь как бы бортануть или там вывести за скобки избирательного процесса. Ну, он мне в интервью говорил, что он солдат партии Единой России. Вот так. Боже мой. Ну, да, они все сейчас в какой-то вот такой вот милитаристской, военной какой-то агрессивной риторике состоят. Они все в кольце врагов, они все солдаты, они все готовы выбить зубы всем, кто там, как только их покажет эти зубы и прочее, прочее. Но, к сожалению, вот эта вот оборонная риторика, то есть она дает им возможность оправдывать те сложности, которые они же сами создают для страны. Понимаете? То есть Павел Рюрикович, изобретя закон о капитальном ремонте и введя вот эту повинность для населения Российской Федерации, он теперь будет нам рассказывать, как сложно и страшно ему оборонять родину, какой он солдат и прочее, прочее. Мне интересно, Павел Рюрикович уже оборудовал пулеметными гнездами свое имение в Тоскане. Ну, вдруг враги доберутся и до этого всего. То есть я бы ему советовал там тоже пару ДШК поставить по углам, вдруг проклятые империалисты начнут захватывать его имение. А оно очень симпатичное и замечательное. Как же оппозиция в лице КПРФ и ЛДПР? Вот даже, давайте посмотрим, да, 1 мая. Тут почти задержали Юниру Кутлубужина на площади. И даже оштрафовали потом на 20 тысяч. Даже оштрафовали депутата и руководителя франции. Ужас, ужас, ужас. Кровавый режим. Разве это не оппозиция? Ну, не знаю. Знаете, если бы еще Юниру Кутлубужину заплатил эти деньги из собственного кармана, было бы еще понятно. Ну, давайте так. Это некий торг. На самом деле коммунисты в меньшей степени ЛДПР. ЛДПР действует более изящно, чем коммунисты. Коммунисты, у них принято обострить ситуацию, насколько у них это получается, потом пытаться договариваться. Ну, такая вот тактика уже многие годы существует. Ее изобрел, собственно, сам Зюганов. И теперь уже ее практикуют на местах. Ну, понимая, насколько ничтожны возможности от коммунистов, скажем, у нас в Башкирии здесь, да, то есть чисто с точки зрения ресурсов. Ну, что они могут? Ну, да, они пошли и демонстративно возложили там цветы, хотя полиция была против. Полиция очень долго и жалобно их уверяла в том, что этого не надо делать. Ну, значительно более, скажем так, лояльно она это делала, чем там с какими-нибудь последователями Навального или еще кого-нибудь, да. Но не удалось ему говорить юниора Кутлугужина, он был неумолим в своем стремлении возложить цветы, возложил, зная, что будет дальше. После этого теперь начался вот этот вот торг, истерика и обзывание друг друга, значит, и прочее. К сожалению, это очень уже такая типовая история, она повторяется и повторяется с года в год. А все-таки на волне этих протестных настроений внезапно вот возьмут и заберут голоса. Вот протестных настроений. Нет, вы понимаете, наш избиратель движется двумя путями. То есть, ну, люди разнообразные, соответственно, решения и концепции у них разные. Одна концепция — это просто не ходить на выборы уже давным-давно. Один мой очень хороший знакомый, вчера мы с ним беседовали, он очень высокопоставленный человек в одной из крупнейших корпораций России, и вот он мне сказал, я 15 лет не хожу на выборы. Я говорю, ну, как же так, ну, ты вроде как состоишь в такой серьезной организации, он говорит, да нет, я не вижу смысла. Это первая концепция. А вторая концепция — это люди, которые смотрят внимательно на все это и делают выводы внутри себя. И вот эта часть людей, конечно, не пойдет за коммунистов голосовать, потому что они прекрасно понимают, ну, как и я, например, они понимают, что все это фарс, все это торг и все это попытка, значит, имитации. Но это касается ровно так же, касается ЛДПР. Вы знаете, я несколько последних эфиров привожу в пример результаты исследования Левадо-центра. Вопрос стоял так, как вы относитесь к решению суда по делу Алексея Навального. И там вот, например, люди старше 55 лет, 60% человек считают это решение справедливым. Ну и там, естественно, чем младше человек, тем меньше этой доли таких людей. Все-таки что происходит? Почему такое сплошное, можно сказать, недоверие? Недоверие Навальному? Да. Ну, тоже причин может быть много, и эти причины распределяются очень неравномерно и по-разному в разных социальных и взрослых группах. Начнем с этого, да? То есть к Навальному положительно относятся в большей степени молодежь, в меньшей степени зрелое население. Это первый водораздел. Дальше. Навальный в определенном смысле не убедил довольно крупные группы населения в своей правоте и в своей как бы, ну, нужности России. Вот в чем дело. Тут еще ведь возникает вопрос, когда Навальный говорит все правильно, ну, то есть какую-то вот вещь он декларирует, он очень часто пользуется абсолютно непреложными истинами, и, собственно, здесь нельзя относить это к его там заслугам, да? То есть если я скажу, что там бить детей это плохо, или там бить женщин это плохо, неужели за это меня нужно избрать там депутатом Госдумы или, не дай бог, президентом России? Ну нет. Но Навальный не привел там каких-то убедительных, значит, аргументов для определенных групп. Чем старше возраст, тем меньше, ну, как бы, приверженность к идеям Навального. Это уже многие исследования это показали. Но еще у нас сейчас врубается некий, как бы, фактор 37-го года. Как бы не глупо это звучало, и как бы, может быть, там, не скандально это звучало. Люди, правда, опасаются. Люди действительно опасаются нынешней власти, потому что вот эти вот все новые законы, там, о запрете, временном запрете избираться, там, какие-то посты, если ты раньше в той или иной степени потворствовал Навальному, да? Ну, человек разумный рассуждает как? Эти сумасшедшие, они что завтра примут? Сейчас я скажу, что я поддерживаю Навального, да, или согласен с ним, а послезавтра меня, там, я не знаю, там, лишат медицинской помощи, например, как предлагает, там, тот же Кадыров, да, или еще чего-нибудь, да, за границу не пустят, или наоборот, там, пустят, но только на Колыму, да? То есть вот этот синдром, он возрождается, и, собственно, это одно из достижений нынешней власти, попытка испугать простого человека, который не то что, там, участвовать, он даже думать не должен, как бы, в этом направлении. К сожалению, этот результат есть. А все-таки те протесты, которые в конце января прошли, 21 апреля, несогласованные за освобождение Алексея Навального, они больше сдулись, как вы считаете, или все-таки цели каких-то удалось добиться? Нет, цели локальные были достигнуты, это, ну, вывод людей на улицу и демонстрация этого протеста и несогласия. Тут, понимаете, на мой взгляд, важнее не сам протест, сколько несогласия. Протест – это всего лишь иллюстрация того, сколько людей, условно говоря, готовы выйти на улицу, да? К сожалению, он не показывает, сколько людей не вышли на улицу и так же думают. Вот в чем дело. Но важнее здесь именно несогласие, чем активное действие. Вот это несогласие сейчас пока ушло на кухню. Оно будет питаться теми проблемами, которые нарастают в экономике России. Оно будет питаться, это несогласие, тем, ну, той дуростью, которая процветает в нашей публичной политике и прочее, прочее. Все эти факторы будут его только подпитывать и раздувать. Рано или поздно это, конечно, опять выхлестнется наружу. Когда? Вопрос когда? Когда? Вопрос когда, к сожалению, если бы я знал ответ на этот вопрос, то, наверное, я бы здесь не сидел, а где-нибудь уже радовался жизни. Но вопрос когда не стоит, потому что тогда, когда будет набрана вот эта критическая масса. Вопрос только в том, на кого будет опираться этот протест в конечном итоге. То есть, так как он не сфокусирован исключительно на фигуре Навального и не будет никогда сфокусирован только на фигуре Навального. И, собственно, протест января был не только за Навального, а против определенных факторов. И вот тут мы задаемся важным вопросом, вокруг кого будет собран этот протест. Пока каких-то триггеров, каких-то, значит, цементирующих структур, личности или еще кого-то нет. То есть Владимир Путин зачистил, ну, в ноль поверхность политического пространства России. И, соответственно, этих людей нет. Но святое место пусто не бывает. Рано или поздно что-то появится. Ну вот, будем ждать. А пока мы ждем, вот это все накапливается на кухнях, там, в сознании и так далее. Если бы сегодня у вас была возможность, ну, вот как в игре взять и Путина заменить кем-нибудь, кем бы вы заменили, чтобы так мягко все хорошо прошло, вот этот транзит власти. Микки Маусом. То есть, на самом деле, действительно, Владимир Путин добился ситуации, когда он безальтернативен сейчас на политическом пространстве в России. То есть, нет ни одного человека, который, ну, в восприятии населения, я не про себя говорю. То есть, есть много умных людей. Нас 146 миллионов человек в России. И звучит оскорбительно тезис о том, что в России нет никого, кто бы мог управлять этой страной, кроме Путина. Это как минимум оскорбление в адрес всего населения, потому что, ну, то есть, вы все идиоты, и у нас есть только один светочий гений. На самом деле, не так. Другое дело, что практически полностью, там, кто-то уехал, кто-то, ну, махнул рукой и перестал этим заниматься. Я имею в виду заметные фигуры. Среди политиков нет никого, кто бы мог заменить Путина, кто бы не был его... Мишустин. Либо копий. Ну, Мишустин, ну что, я вас умоляю. Мишустин, это вообще, он не политик, он не... Это абсолютно техническая фигура, очень качественная, очень эффективная, но техническая фигура. А может, нам и нужен такой, который не из политических пока что. Мы же не можем сразу отойти от политических вот этих пароксизмов, которые мы сейчас попали. То есть, мы не можем вдруг... То есть, лошадь и поезд нельзя остановить сразу. То есть, нужно замедляться, нужно оглядываться, нужно понимать, куда нас занесло, куда нас завели вот эти все, вся эта единая Россия и так далее, и только тогда мы найдем верный путь обратно. Понимаете, мне вот Россия всегда напоминает такую вещь. Это как будто какая-то толпа бежит по хорошо такой, то есть, за асфальтированной дороге, и вдруг появляется кто-то и говорит, нам налево. И все убегают в какое-то болото, в какую-то чащу, тонут, там убивают друг друга, то есть, вот Октябрьская революция. Потом, значит, проходит 70 лет и говорят, не, надо возвращаться на дорогу. Вышли на дорогу, грязные, не все отряхнулись, только было опять по ней, пошли, опять появляется кто-то и говорит, нам направо. И все опять бегут в сторону болота. Осталось 40 секунд. У нас вопрос такой последний хотелось бы задать. Ради Хабиров, его команда здесь, башкортостанская. Если внезапно рейтинг Путина, например, упадет от центральной власти, политическая центральная элита потеряет какую-либо власть и так далее, ну, что-то там в результате выборов, может, например. Ради Хабиров, он скорее отвернется или сохранит свою лояльность Владимиру Путину? Ну, мы же понимаем, что природа этой лояльности, абсолютная зависимость и условия. Если ты верен Путину, ты находишься на должности и на позиции. Если ты хоть сколько-нибудь подверг сомнению свою верность, Путину все. Конечно. То есть, если Путин перестанет быть для Хабирова решающим фактором нахождения его власти, он его, безусловно, так же и забудет. Как и большинство населения, кстати говоря. Персонально ваш был политехнолог Андрей Пателицын. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.